Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я поясню. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, все, что здесь у нас в стране происходит, на чем на самом деле думают турки, чем они интересуются. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Так что давайте приступим. Сегодняшнее утро, как я обещала вам, посвящаю выборам муниципальным, которые произошли в Турции. Мне кажется, сами турки еще не до конца поняли, что произошло, что вчера свершилось. Они сами в шоке. Звание лидирующей партии занять как можно больше городов по стране, точек оставить себе и взять самые крупные мэрские позиции – это власть. Власть во всей стране. Это власть протестная, это власть масс людей, это власть экономическая. Партия, которая в большинстве в парламенте, которая в большинстве в стране, у нее последнее право голоса, скажем так, решение и за экономическим направлением, и за разными, в общем, законами и так далее. В принципе, логично. Что вчера произошло? Ну, я могу сказать без преувеличения, что довольно-таки историческое событие свершилось. За последние 22 года демократы одержали вескую победу, забрали самые крупные позиции. И в принципе, в чем победа заключается географически по стране, они взяли гораздо больше городов, чем Акпартия. Если вы подписаны на телеграм-канал, если еще не сделали, обязательно подпишитесь. Там была статистика перед выборами о том, что 74% граждан страны считают, что страна движется не в правильном направлении. Опрос агентства ИПСОС. И это очень показательно. И не зря была опубликована эта статистика. Это был срез мировой по странам. То есть Турция была просто вопросником по всему миру. Но 74% граждан вчера, по сути, и приняли, скажем так, какие-то действия в этом плане. Это показывает недовольство людей, несмотря на то, что год назад в президентской гонке выиграл президент Эрдан. В результате демократы взяли большинство по всей стране. Ключевые города, естественно, то, что все осталось за ними. Потому что в Стамбуле и Крым, и Мамоулу, и ДжГП это 50,1%. Акпартия на 10 пунктов ниже 40,1%. Практически там запятые не будем, да, давайте озвучивать. В Анкаре вообще демократы взяли практически чуть меньше 60%. Акпартия там 33%. В Измире 48% в ДжГП, акпартия 37%. И это еще повлекло за собой подвижки просто внутренне политическое. Бельгей Юлмас, он подал в отставку с поста экономической политики и партии. И он предложил уйти в отставку вообще главе партии Мираль Акшенер. И об этом он написал в своих соцсетях. В свою очередь, чуть-чуть попозже. Она ответила о том, что баллотироваться больше не будет на свое место, но об отставке речи не идет. Потому что вчера уже, когда прочитали просто 50% голосов, это и партия, она взяла всего лишь чуть больше 3%. И она оказалась на 6 месте в позициях в общем зачете партийном по стране. То есть она очень сильно сдала свои позиции, очень много потеряла. Но фактически произошел разгром от этой партии. Конечно же, в первом часу ночи президент Турции Реджеп Таип Эрдаун выступил с обращением к гражданам в прямом эфире по поводу выборов. У него там были тезисы очень классные. Кстати, у него хорошая была правильно написанная речь. Мы провели выборы 31 марта, он говорил. Это было достойно. Мы демократы, и мы это подтвердили. Поздравляю всех мэров столиц, которых избрал наш народ в стране. Спустя 9 месяцев после нашей победы на 28 мая, то есть в президентских выборах, к сожалению, мы не смогли пройти экзамен достаточно на муниципальных выборах. Не тот результат, который бы мы, конечно, хотели. Но вот по итогу, что демократия в стране есть, мы ее подтверждаем. Все справедливо, все честно. Это повод для того, чтобы 31 марта это не конец для нас, мы не опускаем рук. Мы будем еще более усиленно, хорошо, плодотворно работать и так далее. В общем, по сути, его, кстати, это заявление, выступление переносилось по времени. Я думаю, что добивали очень хорошо. Спичрайтеры писали текст. Это очень грамотно, классная речь, на самом деле, очень достойная. Первое, что мы с этого, какие выводы можем сделать по этим выборам? Первое, тусурки сами в шоке. Это было, скажем так, не договаривались. Они пошли, изъявили свое право голоса, да, и показали, что они с властью с тем, что происходит в стране, не согласны. Раз. Второе, людей услышали. Третье, явка на выборы на муниципальные была ниже, конечно же, гораздо ниже, чем на президентские. Там, простите, пафосы и кампания избирательная побольше была, и денег потрачено побольше, и как бы ожидания, естественно. Но в любом случае, хоть и явка ниже, если мы так разберем выборы, то по факту, в чем секрет? ГРП на самом деле взяли себе, если мы берем по количеству билетеней, на парочку 2,5 миллиона избирателей к ним перетекло, стало больше. Возможно, это новое поколение, которое с последних муниципальных выборов достигло 18-летнего порога и права голосовать. Вот и все. Второе, АК партии потеряла около десятка, чуть меньше 10 миллионов избирателей, вот в чем дело. И они не пошли к ГРП, они просто не пошли на выборы. Об этом свидетельствует невысокая явка, точнее, она была достойно высокая, но она была ниже, чем в предыдущие годы. Просто количество разочарованных людей увеличилось. Вот и это обусловливает вот эту победу, скажем так, отчасти внезапную. Какие еще выводы, что, ну, конечно же, такой же путь, если мы берем, как у Эрдогана, мэр Стамбула и Кремы Мамулу, это следующий, скорее всего, кандидат в президенты, естественно, демократической партии. Посмотрим, кого АК партии и Эрдоган, в частности, будет выдавать протекцию, выдвигать за свое место. Если вы считаете, почему ты говоришь такими фразами, почему ты не думаешь, что Эрдоган пойдет на следующий пост, ну, потому что он уже и в возрасте, и доверие потерял какое-то, он останется хорошим, базовым, с таким, знаете, ощущением такого старейшиной, но, конечно же, сейчас в стране запрос на молодых, на прогресс, на молодых, на молодую политику, представителей молодых. Поэтому мало кто вообще думает, что что-то произойдет или как-то изменится Конституция, что Эрдоган будет снова выдвигаться. Он уже сам заявлял, ну, он уже много раз об этом заявил, что он не будет, не будет. Ну, короче, в общем, конечно же, Блумберг выпустил статью недавно о том, что надо же, спустя, на самом деле, это полгода, как это в Турции обсуждалось, что Эрдоган, возможно, будет Сельчука, своего зятя Байрактара, выдвигать своим преемником. Об этом уже давно говорят, практически через 2-3 месяца, как выборы произошли, еще в прошлом летом об этом говорили внутри здесь в стране, и все это прекрасно понимают. Поэтому его зятя гораздо больше на государственных всяких митингах он его с собой водит, на всяких важных встречах, политической жизни, хотя, по сути, по закону, это предприниматель к политической, как бы, жизни страны, не имеющей отношения. Ну, вот сейчас он везде такая тень за своим, как сказать, родственником, да, если так можно выразиться в этом случае. Вообще, время выборов в Турции – это день заявления о своих позициях, это время протеста, время высказывания, если ты чем-то недоволен или доволен, прийти продемонстрировать своего права голоса, все, потому что фотографируют, снимают, и поэтому люди всегда приходят то в костюмах, то как-то экстремально как-то себя проявляют, высмеивают, поддерживают кандидатов в бюллетенях, в общем, какое-то даже, там, условно, театральное шоу происходит, какой-то, какая-то экспрессия, и люди себя выражают и свое право голоса и голосования. Мужчина один поделился в соцсетях фотографией своего бюллетеня, на котором он проголосовал за JEP из принципа с пометкой «Вы продали газу, а мы продали вас». И также во время голосования в деревне Харанского района Шанлы-Урфы вообще произошла драка между избирателями. Там, естественно, понятно, что это маленькая территория, это деревня, все друг друга знают, лучше, скажем так, жить никто не стал за последний период времени, экономически все труднее и тяжелее, и инфляция растет, поэтому, конечно же, выходят конфликты, стычки, вот эти политические, дошло до драки такой, что использовали камни, палки. Ну, такая большая потасовка, огромная драка была. А в Дияр-Бакыре два человека погибли, а 12 получили ранения, увечья, травмы. Это произошло в ходе конфликта с применением огнестрельного оружия, и конфликт этот начался изначально на избирательном участке, потом они уже с него вышли, и на свободной, скажем так, территории при применении огнестрельного оружия учинили, скажем так, разборки, споры свои. За последние 22 года просто избиратели Турции, видимо, решили поменять ход истории, и буквально подсчет голосов вчера был на 52% открытых урн, а плакаты с представителем АКПартии в Стамбуле уже снимали демонстративно. Даже Алания, она начала очень рано праздновать победу, потому что Джигепе в Алании впервые за 76 лет одержала победу в этом регионе, то есть вы на этой точке. А в Денизли, когда Джигепе уже праздновали победу на выборах, они это делали в здании районной администрации партии, обрушился балкон со второго этажа упали люди, 8 человек получили ранения, а трое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице. У турок всегда, знаете, топ веселья, празднования бурного, эмоционального, они вспыльчивые, эмоциональные, поэтому и праздновали, что балкон отломился, и спорили на избирательном участке, что даже перестрелку устроили. Подведу итог по выборам, что хочется отметить, что страна в ожидании перемен, и однозначно эти выборы дали нам понять, и показали, что вот экономический момент сейчас, инфляция и благополучие людей в стране, это то, на что сейчас будут в ближайшее время направлены максимально силы парламента, партии, самого президента, то есть это острый краеугольный камень, то есть терпение людей, скажем так, показывает, что, ну, скажу, заканчивается, да, но очень сильно чувствуется напряжение в стране у граждан. 40 афганских незаконных мигрантов были обнаружены в грузовике с Чечевицей в Амасе, их остановили полиция патрульные, там было 40 человек. Также на днях еще был задержан фургон, там тоже были мигранты, но уже из Средней Азии, два человека там погибли от удушечки, потому что там нечем было дышать, и 8 человек находились без сознания, их госпитализировали, остальные оставались живые, то ли точного количества людей, не подскажу в этом, из Средней Азии, в этом фургоне, сколько было, но полиция старается максимально эти мигрантские вопросы останавливать. Правительство, скажем так, министры из Таджикистана, делали заявление на неделю турецкому МИДу о том, что граждане Таджикистана, в частности, в аэропорту Стамбула, в Стамбульском аэропорту Новом, жаловались на предвзятое отношение пограничников, да, при досмотре из-за ситуации с терроризмом и ситуации с терактом в Крокусе, к ним особое пристальное отношение, на них на это пожаловались, и представители, скажем так, посольства Таджикистана в Турции обратились как бы с разбирательством на эту тему, а еще был наложен административный штраф и возбуждено уголовное дело против отца, который посадил за руль своего маленького сына, и ЧП это произошло в Измире. Мужчина поделился сам в своих соцсетях видео, которое он записал, как его дошкольного возраста сын сидел за рулем большого трака, то есть это камьем, трак, это огромный грузовик рейсовый, да, который перевозит большие грузы из города в город, как правило, или страны в страну. Вот у меня, как у матери, всегда вопрос, вообще, где мозги у родителей или каким местом они думают, когда в принципе садят, не только снимает он это, выкладывает в соцсети, естественно, и сразу же нашли, посадили, дело завели, вся история, наказание тут же будет. Это понятно, тут человек без мозгов, назовем так, да, но подвергнуть жизни ребенка своему, показать, что это можно делать, научить его водить машину до 18 лет, ну, короче, такое себе, причем вы обратите внимание на видео, какой маленький ребенок. Конечно же, сейчас после выборов все ждут обвала турецкой лиры, повышения курса доллара, и, соответственно, перед выборами за несколько дней у нас опять цена грамма золота преодолела новый порог свой, сейчас грамм золота, на крайней мере, на вчерашний день стоил 2281 лиру, поэтому люди скупали золото перед выборами валюту, доллары и евро, в основном евро больше, чем доллары, и поэтому и подросла стоимость золота за грамм. А также в Турции снимут ремейк Халопа, сериала из России, его будет, в нем будет играть Сыркан Балат, актер Керем Бюрсин из сериала «Постучись в мою дверь». Кстати, сериал «Постучись в мою дверь» он за прошедший год самый рейтинговый, топовый во всей Турции. Он сыграет главную роль в этом фильме, как бы холоп в Турции. Съемки уже начнутся этим летом, и по сюжету избалованный наследник, который оказывается на перевоспитании в Османской империи. А в Назилийском районе города Айден произошло такое ЧП, мне кажется, которое очень многих встрепенуло в стране. Женщина отказала подать милостыню. Я не знаю, как бы правильно, корректно это объяснить. Смотрите, есть такие профессиональные просители, нищие, профессиональные нищие. Очень часто это называют здесь цыгане в Турции, которые не работают, как правило. Их заработок — это просить деньги. Они очень часто используют детей для этого. Но также была серия, там, несколько лет еще назад, всяких сюжетов по новостям, когда полицейских останавливают, ловят, доказывают. У них очень часто всегда много денег, на самом деле. То есть попрошайничество — это бизнес и профессия, причем не малоприбыльной, особенно в крупных городах, таких как Стамбул. И женщина отказала такой попрошайке на улице в Айдене, и она решила ей деньги не подавать, а сказала «иди за работой» или там «иди работай», какая-то такая фраза была. В свою очередь та женщина, которая просила милостыню, просто развернулась, подошла и пырнула ножом девушку в правую ногу. Пострадавшую доставили в больницу, подозреваемая сразу же скрылась, но ее потом полицейские поймали, потому что все это было записано на камеру наблюдения у кафе, где вся эта сцена происходила. В СМИ и в обсуждениях в интернете использовалась такая фраза, мне кажется, абсолютно лживая, «женская солидарность». Ты меня как женщина должна понимать. Типа не все женщины в Турции работают, да, но девушка вот на видео из Айдена, причем она при форме работает, зарабатывает деньги, но с точки зрения, скажем так, той, которая пырнула ее ножом, она должна была и обязана из женской солидарности, денег-то дать, учитывая, что та, эти работы не хочет. В общем, такая история, знаете, казалось бы, ну, Рамадан, священный месяц, надо давать милостыню, помогать бедным или неимущим, да, но есть какие-то, понимаете, пределы, когда ты хочешь дать и помочь, а когда тебя, простите, с ножом выпрашивают, заставляют, вымогают, тогда это уже, простите, под уголовную статью, на самом деле, подходит. Как вот с точки зрения жителя Стамбула, где в моем районе вот эта история была очень распространена, полиция очень сильно все это брала под контроль, только силами полиции вопрос, скажем так, с попрошайками в нашем районе решился, но не крайне агрессивные, матерятся в ответ, и пошлешь, как бы, условно, не дашь деньги, еще услышишь трехэтажный мат свою, как бы, в свой адрес, тема, на самом деле, острая, но это тема крупных городов, конечно, там, где есть деньги. Вот такие новости Турции на данный момент, спасибо за ваше внимание, обязательно в инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки под этим видео, комментарии, что вы думаете о темах, которые были освещены в этом видео. Спасибо за вашу активность, до встречи в следующем выпуске, скоро увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok